Привет, друзья! Фокус снова на связи. И сегодня мы продолжаем обзор международного турнира, друзья. Сегодня у нас восьмой тур. И в нашем восьмом туре примут участие два представителя Соединенных Штатов Америки. Это Gunner и Riro Maniac. Оба оппонента принимали участие и в первой части игры. Играли очень классно, очень сильно. Вот, я думаю, что у них примерно равные шансы сегодня на победу. Но посмотрим, узнаем. И я думаю, что мы можем начинать наш первый поединок, друзья. Итак, Riro Maniac выбрал героя Ангх. И Gunner выбрал героя Пахом. И у нас новая классная карта Дюплекс 20. Дюплекс 20. Riro играет за красный цвет. А Gunner играет за оранжевый цвет. Итак, посмотрим, какую же стратегию, изначальную стратегию выбрали оппоненты. Как мы видим, Gunner отправил небольшой отряд на сторону Riro. Но, как мне кажется, он не сможет ничего перехватить. И Gunner тут же, тут же отправляется в атаку. Посмотрим, как вот он интересно пошел. Мне кажется, это была такая оплошность. Он отправил часть юнита в кузницу. Тем самым он освободил, практически до конца освободил кузницу, ближайшую к Riro. Итак, сейчас у нас последуют апгрейды домика в центральной части карты. Как мы видим, Gunner отправил небольшой отряд, скажем так, на подмогу. Но башня расстреливает всех юнитов. Лишь два юнита добежали. На данный момент, на данный момент Riro имеет преимущество и по морали, и по юнитам. И также вот сейчас он отхватит кузницу. Тем временем Gunner забирает башню, забирает нейтральную башню, используя свой ультимейт. Итак, как мне кажется, Gunner пошел на экспансию кузницы. Посмотрим, удастся ли ему удержать ее. Да, мне кажется, он ее захватывает. Итак, но Riro пытается ее перехватить. На данный момент у Gunner уже преимущество по морали. И Riro использует, очень классно использует второй скилл, неуязвимость. И Gunner не смог перехватить эту кузницу. Итак, но небольшой отряд Gunner все же пытается ее забрать, но на данный момент это уже будет сделать невозможно. Итак, Riro идет в контратаку, посмотрим, удастся ли ему перехватить, но я думаю, что удастся. Да, он забирает один домик, тут же пытается забрать и второй домик, и у него это получается. У него получается, я думаю, что на данный момент, и да, и да, и да, Gunner сдается. На данный момент Riro имеет первую победу, получает первую победу, 1-0. И мы сразу же продолжаем вторую карту, друзья. Оппоненты решили не менять своих персонажей. Карта у нас Duplex 14. Такая очень, скажем так, долгая карта. Riro допускает сразу же первую ошибку, пускает грустный смайлик. Он не смог забрать домик, отправил недостаточное количество войск. На данный момент Gunner имеет, конечно же, преимущество по развитию. Посмотрим, сможет ли он реализовать это преимущество, превратить его в победу, в долгожданное очко. Но на данный момент еще ничего не решено, друзья. Gunner начинает понижать домики Riro, тем самым, скажем так, усложняя ему жизнь. Gunner использует свою первую обилочку у Pahoma. Первая обилочка понижает здание, одно здание на один уровень. У любого домика, кроме пятого уровня. Итак, итак, ну на данный момент, как мы видим, у Gunner уже 4 домика наверху, а у Riro только 5. Но, но тем временем Riro и не думает сдаваться. Посмотрим, какую же стратегию он выберет. И Riro пошел в атаку. Пошел в атаку, использует первый скилл, очень классный скилл. Поэтому, если умело использовать его, то можно получить большое преимущество. Но, но Gunner все-таки отбивает, отбивает свою башню, защищает ее. Тем временем, использовав первый скилл, Riro поднабрал такую большую армию, свою башню. Посмотрим, мне кажется, Gunner пошел на атаку кузницы, на атаку кузницы, но, но он не может ее забрать. Хотя нет, на секунду забирает, на секунду забирает, и Riro тут же отхватывает ее обратно. Опять же-таки, Riro грамотно использовал второй скилл. И это дает ему возможность, скажем так, еще побороться. Побороться. Gunner всячески-всячески мешает своему оппоненту, скажем, можно так сказать, пакостит. Пакостит. Обилки Pahoma, скажем так, направлены именно на это. Тем временем, тем временем, Gunner захватывает первый домик в волшебной зоне и второй домик в волшебной зоне. Как мы знаем, эти домики, скажем так, обладают ускоренным производством юнитов. То есть, очень выгодно владеть ими. И в данной ситуации Gunner владеет сразу двумя такими домиками. На данный момент, конечно же, преимущество у Gunner и по количеству юнитов и ключевых точек. Но по морали немножко впереди Riro. Посмотрим, посмотрим, чем же закончится эта атака. Один домик защищен при помощи второй обилочки. И на удивление, на удивление, на удивление Riro очень грамотно использовал все свои ресурсы, обилочки и юнитов. И смог отбить эту атаку на данном моменте. Он проигрывает по ключевым точкам, но выигрывает по морали. Выигрывает по морали. И сейчас ему нужно, конечно же, немного развиться, чтобы, скажем так, закрепить свое положение. А дальше можно уже пойти в атаку. Но, как мы видим, посредством апгрейда, Gunner, апгрейда своих домиков, Gunner набрал 3 звезды. 3 звезды и ринулся в атаку. Использует ультимейт. И забирает, забирает еще один домик у Riro. Ну, на данном, конечно, этапе у Gunner огромное преимущество. Посмотрим, сможет ли что-то противопоставить Riro. Gunner строит башню в его зоне. Скажем так, эта башня будет очень сильно мешать, мешать Riro перекидывать юнитов, как-то действовать. И забрать, опять же, ее будет трудно, так как она имеет повышенную защиту. И так, но Riro пошел в атаку. Пошел в атаку. Использует первый скилл на своей башне, чтобы немножко поворовать, скажем так, юнитов оппонента. И так, Gunner использовал второй скилл. Скажем так, отправил по домам всех юнитов Riro. Посмотрим, что же сейчас предпримет Riro. На данный момент у Riro 3 звезды Морали, у Gunner сейчас тоже 3 уже. Посмотрим, что же предпримут оппоненты. Вот у нас такое небольшое затишье перед Бурей. Оба оппонента не рискуют, не рискуют атаковать, потому что юнитов очень много. Можно легко отбить атаку. Я скажу так, достаточно юнитов у каждого из оппонентов. Очень легко отразить атаку. Если один из оппонентов сможет отразить атаку, он получит огромное преимущество по морали. И уже тогда сможет на контратаке выиграть. Поэтому пока что оппоненты не рискуют, не рискуют ринуться в бой. Но, возможно, сейчас Gunner решил провести атаку, так как он имеет где-то на 200 юнитов больше. Посмотрим, увенчается ли эта атака успехом. Угадает ли домик, угадает ли домик. Пока что не угадал, но использует второй скилл. Использует второй скилл. И, как мне кажется, удерживает, удерживает. Нет, все-таки теряет, все-таки теряет. Но ненадолго, друзья, ненадолго. Итак, как мы видим, как мы видим, для, скажем так, для Реро эта атака получила скорее положительный эффект, так как он имеет преимущество по морали. А разница в юнитах теперь 100. Всего 100 юнитов. Заметим, что до этого она была 200 юнитов. Но, так как у Gunner гораздо больше домиков, он активно опять начинает набирать юнитов. И сейчас он может вернуться к своему, скажем так, старому. К своей старой разнице в количестве юнитов. Посмотрим, кто же теперь решится провести атаку. Оба оппонента не рискуют. Вообще, нападать на героя Анг очень сложно, так как он имеет вторую способность, это неуязвимость. И третью способность, это замедление. Итак, Реро кидает ультимейт на башню. Тем временем, Gunner использует вторую способность, разбрасывает юнитов по домам. И так, и так, и так, удастся ли Реро перехватить хотя бы один домик? И как мне кажется, вот сейчас есть шанс удержать, удержать один домик. И теряет, теряет, все-таки теряет домик. Но, использовав первый скил, скажем так, ворует достаточное количество юнитов в башню. Реро. И так, и так, и так, и так. Здесь у нас какая-то странная атака со стороны Реро. Не совсем понятная для меня. А как мы видим, оба оппонента имеют 3 звездочки морали. Gunner имеет огромное преимущество по юнитам. Порядка 250 юнитов. Gunner использует ультимейт и пытается выгнать, выгнать юнитов из башни. И очень грамотно, опять же-таки, очень грамотно Реро использует свой второй скил. На секунду он отдает башню. Чуть-чуть рано он вывел, немножечко надо было подождать. Но все же, все же он удерживает, удерживает башню. Но сейчас он может потерять кузницу, если он будет долго спать. Но нет, он успевает, успевает забрать, точнее, защитить кузницу. И так, и так, друзья. Вот, вот он был ключевой момент, как мне кажется. Видите, Gunner злится. Посмотрите на мораль. 4 звезды морали у Реро. И сейчас просто может пройти очень, скажем, активная атака. Но, но, Gunner пытается, пытается что-то отхватить. Но не получается, все-таки 4 звезды морали. А нет, а нет, один домик забрал. Но 4 звезды морали, конечно, делают свое дело. И так, и так, Реро забирает один домик на стороне соперника. Использует вторую обилочку. Но там было не так много юнитов. Он все же теряет. Теряет, так как юниты в домике, на которой была использована вторая обилочка, потихонечку умирают. Насколько я помню, 4 юнита в секунду. 4 юнита в секунду. А нет, а нет, вру. 8 юнита в секунду. 4 юнита в секунду это было в предыдущем обновлении. Скажем так, до фикса Ангха. Итак, как мне кажется, Gunner опять пошел в атаку. Посмотрим на какой из домиков. Как мне кажется, это на дальний левый домик. И... Да, на два домика. На два домика отправляет. Но основной удар все-таки на нижний, наверное. Да, и он забирает нижний домик. Gunner забирает нижний домик. Но... Но Реро все-таки удается, удается отбить его. Gunner тут же использует ультимейт. Посмотрим, удастся ли удержать башню. И, как мне кажется, удастся. Удастся, да, всего 8 юнитов там оставалось. Критический момент. Итак, Gunner использует вторую обилочку. Но все же Реро перехватывает домик. Как мы видим, на башне Реро использована первая обилочка. Он активно ворует юнитов. Плюс площадь поражения от башни увеличена. Итак, ну вот на данном моменте Реро смог немножко улучшить свою ситуацию. Отхватил уже два домика. Имеет пять звезд морали. Это, конечно, огромнейшее преимущество по атаке защиты. Отхватывает еще один домик, но теряет один домик внизу. Итак, друзья. Вот у нас такой очень классный, интересный матч. А знаете почему? Потому что у нас оппоненты примерно одного уровня. И когда получается вот такая ситуация, то матчи, скажем так, для зрителей получаются самыми такими вкусными и интересными. И так, и так, и так, и так. И вот, наконец-то, Реро. Реро сделал очень правильную вещь. Он построил вторую кузницу и решил дожать, дожать своего соперника. Но, но Ганнер опять же использует вторую обилочку. У Пахома это очень классная обилочка. И она заряжается очень-очень быстро. Итак, удастся ли удержать кузницу? Ну нет, все-таки пока не удается удержать кузницу. Три звезды морали у обоих оппонентов. На данном моменте у Реро преимущество по ключевым точкам, преимущество по юнитам. Реро использует вторую обилочку, ему нужно срочно выводить юнитов. Он пытается перехватить кузницу, ему это удается, не знаю, надолго ли на данном моменте. И Ганнер сдается, Ганнер сдается. Как мне кажется, он мог бы еще немножко побороться. Но Ганнер сдается. И 2-0, друзья, 2-0. И у нас уже следует третий бой. Как мы видим, оппоненты решили не менять своих персонажей. У нас карта Дюплекс 6 в режиме доминирования. Как мы видим, Ганнер пошел сразу на экспансию ключевого здания. Я вам могу сказать, что на этой карте самым сильным героем является Пахом. Если все сделать правильно, победить его просто невозможно. Посмотрим, удастся ли Ганнеру, скажем так, исполнить, исполнить все грамотно. Ганнер отправляет юнитов на захват ключевого здания Реро. Тем самым и забирает, и забирает, и забирает, да. Вот очень такая молниеносная карта. Как мы видим, Реро перехватил потом здание. Но это уже было поздно, друзья. Итак, счет у нас 2-1 в пользу Ганнера. Мы сразу начинаем третий поединок. Как мы видим, у нас карта Дюплекс 10. Оппоненты решили не менять своих героев. Итак, друзья, Реро опять же-таки допускает ошибку. Допускает ошибку, отправил слишком мало юнитов. Как мы видим, Реро играет за оранжевый цвет, Ганнер играет за синий цвет. На данном моменте небольшое преимущество есть у Ганнера. И Ганнер опять-таки начинает понижать здание Реро. Посмотрим, сможет ли Ганнер реализовать преимущество. Как мы помним, сейчас счет у нас уже 2-1, насколько я помню. Итак, Ганнер пошел на захват. На захват еще одного нейтрального домика. Тем временем Ганнер использует первую обилочку. Понижает домики своего оппонента на один уровень. Реро в свою очередь также забирает один домик. Итак, друзья, как мне кажется, Ганнер уже пошел на захват. На захват нейтральной кузницы в центральной части карты. Тем временем, тем временем Реро решил не отставать от него. Но юнитов у него очень мало. И сейчас, если зарядится вторая способность, ну нет, ну нет. Потому что Ганнер использует первую. Теперь у него не хватит манны или энергии. Называйте это как хотите. Для активации второй способности, друзья. И Реро решил перехватить башню. Но это, конечно, было сделано не совсем, как мне кажется, правильно. Но, 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 но. Он смог все-таки удержать башню. Ганнер, скажем так, забрал при помощи второй способности уже своих юнитов. Отправил их домой. Так как Реро врубил первую способность. Ганнер посчитал, что он не сможет забрать. Как мне кажется, у него был шанс забрать. А вот если бы Реро включил вторую способность, вот тогда действительно бы уже надо было использовать Ганнеру свою вторую способность. Но на данном моменте игроки решили сыграть таким образом. Посмотрим, что у нас будет дальше. Как мы видим, как мы видим, по юнитам и морали у нас примерное равенство. Примерный паритет. Как мне кажется, Ганнер пошел на захват нейтральной башни на своей части карты. Посмотрим. Как мне кажется, Реро решил не отставать от него и попытается перехватить сейчас также свою башню. Но, как мы видим, у Ганнера уже готова, уже готова вторая обилочка. И да, он использует вторую обилочку. Тем самым, скажем так, немножечко создает помеху своему оппоненту. Как мне кажется, надо было использовать немножечко позже, чтобы башня постреляла немножко по юнитам Реро, а уж после использовать вторую обилочку. Но Ганнер распорядился своими, скажем так, ресурсами таким образом. Итак, Реро вновь-вновь идет на захват своей башни нейтральной. Это, точнее, пока еще не своей, но он очень хочет, чтобы она стала его. Очень она ему зачем-то нужна. Но посмотрим, что он с ней сделает. Может быть, он сделает из нее кузницу, друзья. Посмотрим. Как мы видим, все здания Ганнера на данном моменте уже четвертого уровня. У Реро же пока что еще два домика третьего уровня. Итак. Итак, и так, и так. Итак, Ганнер, как мне кажется, решил провести, все-таки провести какую-то атаку. Какую-то атаку, так как он выводит всех юнитов. Но идут они, как мне кажется, недостаточно плотно. Реро использует свою третью обилочку, замедляет юнитов Ганнера. И Ганнер тут же использует свою вторую обилочку, возвращает своих юнитов домой. Итак. Ну, на данный момент Ганнеру можно провести, попробовать еще атаку. Хотя, конечно, он совсем потерял мораль. У Реро на данном моменте три звездочки морали, у Ганнера пока что ноль. Как вы видите, друзья, у Ганнера практически есть одна звезда. Но, насколько я знаю, во второй части это будет считаться как ноль. То есть, до появления полноценной звездочки, атака и защита не будут увеличены, как и скорость перемещения. Итак, Ганнер проводит атаку. И, как мне кажется, он сейчас потеряет в центральной части карты башню и кузницу. Да. Ганнер тут же пускает злобный смайлик. Злобный смайлик. Допустил он такую вот ошибку. И тем самым, тем самым, Реро имеет огромное преимущество. Посмотрите, друзья. Четыре звезды морали. Практически даже больше, чем на 200 юнитов преимущество. Преимущество по количеству ключевых точек. И Реро ринулся в атаку. А у Ганнера нету второй обилочки. К сожалению, она еще на откате. Реро забирает один домик, второй домик, третий домик. И Реро выигрывает. 3-1, друзья. 3-1 в пользу Реро. Мы продолжаем. Пятый поединок. Опять-таки, опять-таки, оппоненты не меняют своих персонажей. Итак, у нас очень-очень быстрая карта. И карта у нас дюплекс 19, друзья. Посмотрим. Посмотрим дюплекс 19. И тут же, тут же Ганнер выигрывает. Молниеносно забирает ключевые точки. Счет 3-2, друзья. 3-2. Напоминаю, что у нас поединок идет до четырех побед. Возможно, сейчас мы увидим уже последний, последний матч. Итак, итак. И эта карта у нас дюплекс 9. Дюплекс 9, друзья. Как мы видим, как мы видим, Реро ринулся сразу на кузницу. Скажем так, эта карта имеет некое преимущество со стороны, скажем так, оранжевого игрока. Так как, если оба оппонента отправят с самого начала поединка своих юнитов на кузницу, всегда забирает оранжевый цвет. Как так, игрок, который играет за оранжевый цвет, он всегда забирает. Вот. Ганнер попытался, попытался перехватить кузницу, но не удалось ему это сделать. Не удалось. Реро пускает, скажем так, плачущий смайлик. Он жалеет ганнера, что вот так вот получилось. Я думаю, что эту карту выбрал как раз Реро. Так как оппонент, который выбирает эту карту, он как раз играет за оранжевый цвет. Он выбрал ее специально, специально, чтобы победить. Победить он не согласен, не согласен проигрывать в турнире. Перехватывает еще башню на стороне ганнера. Перехватывает башню. Итак, друзья, ну на данном моменте, конечно же, преимущество у Реро. Но ганнер использует ультимейт и забирает, забирает башню. Сможет ли он удержать и не удерживает, друзья, не удерживает. Не получается у него удержать башню. Опять-таки, преимущество остается на стороне Реро. Я не знаю, может быть, ганнер еще сможет. Сможет как-то очень красиво отбиться, поднять мораль и сделать фееричный камбэк. Посмотрим, на данном моменте ганнер пытается забрать нейтральное здание на своей половине. Но пока что у него это не получается. Не получается. Он выводит, посмотрите, он выводит всех юнитов. Но Реро не знает об этом. Не знает об этом. Он забирает здание. Ганнер забирает здание. Так, тем временем, тем временем, конечно же, Реро надо было уже дожимать своего оппонента. Но он точно так же решил забрать здание. Он решил не рисковать. Хотя имеет преимущество по юнитам и морали и ключевым точкам. Но на данном моменте Реро решил сыграть наверняка. Ну, в принципе, ему можно не торопиться. Сейчас счет у нас 3-2. Он имеет преимущество. Поэтому он спокойно и уверенно играет. Не хочет допускать ошибок. В принципе, это признак мастерства. Играть, скажем так, уверенно. Играть не рискуя излишне, скажем так. Так, вот, посмотрим, что сейчас нам продемонстрирует Реро. Итак, как мне кажется, как мне кажется, это у нас какая-то, скажем так, переброска юнитов. Пока что переброска юнитов. Итак, а вот это вот, возможно, уже пошла атака. Возможно, пошла атака. Но нет, но нет. Пока что это всего лишь переброска юнитов. Ганнер использует первую обилочку. Понижает уровень башни. Точнее, и также он прервает конвертацию. То есть, возможно, если Реро пытался превратить башню в домик, то Ганнер прервал конвертацию. Но, видимо, по всей видимости, Ганнер... Точнее, Реро пытался поднять уровень башни как раз-таки. Может быть, для того, чтобы грамотно использовать потом первую обилочку и поворовать юнитов, ускорить стрельбу, скажем так, увеличить радиус стрельбы башни. Я думаю, что это все было сделано для этой цели. Посмотрим. Как мы видим, у Реро огромное преимущество по морали. Но он до сих пор не рискует атаковать. Не рискует. Но это, я вам скажу, на руку Ганнера. Потому что у Ганнера заряжены все обилочки. В том числе вторая способность. И он ждал, пока мораль Реро упадет. Но вот Реро ринулся в атаку. Посмотрим, удастся ли ему отхватить домик. И так, и так, и так. Да, Реро забрал, забрал домик на секунду. И тут же потерял его. Итак, посмотрим. Вот сейчас Ганнеру нужно очень грамотно отбиваться. Очень грамотно. Ганнер использует вторую обилочку. Но все же теряет один домик. Теряет второй домик, друзья. Ну, как мне кажется, что сейчас уже все. Уже сейчас может Реро праздновать победу. Здесь уже будет очень трудно ему что-то нам показать. Посмотрим. Ганнер. Ганнер забирает башню. Но теряет кузницу. И свой большой домик четвертого уровня. И Ганнер сдается. 4-2, друзья. 4-2. Очень классная победа со стороны Реро Маньяк. Мы поздравляем его. Он проходит в 9-й тур международного турнира Best iOS Gamer 2016. Я могу сказать, друзья, что сейчас в турнире, в 9-м туре, примут участие всего лишь 12 лучших игроков. 12 лучших игроков. Это поистине, скажем так, звезды Mushroom Wars 2, друзья. Ну, а с вами был Фокус. Оставайтесь с нами. Увидимся в следующих эпизодах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok